Детектив Норман Простите за задержку, мне не хотелось, чтобы кто-нибудь меня заметил. Понимаете? Что вам принести, сэр? Только кофе. Сию минуту. Я не привык сидеть с одним столом с такими, как вы. У меня к вам деловое предложение, детектив. Я не бизнесмен. А если бы даже был им, то не стал бы вести дела с людьми вроде вас. Я тоже редко имею дело с людьми вашего сорта. Но мое предложение особенное. Это будет полезно вам, вашему начальству и мне самому. Речь идет о чем-то вроде сделки. Сделки? Ну, скажем, я занимаю высокое положение в одной не вполне легальной организации. Об этой организации ваши люди очень хотели бы знать больше. А у меня, с другой стороны, есть причины не хотеть... Ваш кофе, сэр. Спасибо. У меня есть веские причины желать, чтобы меня больше не причисляли к этой организации. Из этого дела очень нелегко выйти. Вы понимаете? Думаю, что понял, откуда вы пришли. Ваша голова потяжелеет на пару пуль, если вы быстро не исчезнете, так? Это не единственная причина. У вас есть дети, детектив? У меня жена и дочь. И я не хочу, чтобы у них были из-за меня неприятности. Да? Но я не собираюсь просто так взять под защиту бандита-макаронника. Вам нужно было подумать о своей семье раньше, поскольку я... Конечно, конечно. Слушайте, это ведь не задаром. Мы можем договориться. Вам что-нибудь говорит имя Сальери? Сальери? Чертовски много говорит. Вы как-то связаны с ним? Можно и так сказать. Я работал на него несколько лет. Теперь он хочет устранить меня. Если вы защитите мою семью, я расскажу все, что знаю. Имена, даты, банковские счета, все. Хватит, чтобы его засадить до конца жизни. Я не Санте-Клаус. Чтобы обратиться к шефу, мне нужно уже сейчас знать все. Я должен быть уверен, что в суде вы расскажите тоже. Конечно. Если вы не торопитесь, я расскажу вам обо всех делах, в которых я участвовал за эти годы. Ладно, у меня есть время. Я слушаю. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. Это были тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами с Альери. У меня был перерыв. Я только что поставил машину, и вдруг услышал двух страшного удара. Сэм, ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башку. Шевелись. Давай. Куда едем? Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее! Еще быстрее, чем сэм! И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь, слушай, внимательно. Нам нужно чуть-чуть поставить пулу. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается. Так что жми на газ, пацан. Мы все сразу не упалали, а? Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Нам конец. Я вас размажу, гады. У! Сдохни! Я убью тебя. Ты хочешь нас угромить? Слушай! Убей их, сэм! Сдохни! Сдохни! Мы все же сработали. Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Хочешь сработать бюрку в голове? Смирись, если хочешь спасти свой заг. Давай, не то нам конец. Убей их, не то нам конец. Да, не то нам конец. Хочешь сработать бюрку в голове? Могу не фасходить. Слезик. Убей их, не то нам конец. Она поменяет бюрку в голове? Слезик. Что-то, э М möglich! Легнись! Господи! Давай, они у нас в просте! Сдохни! Отлично. Все путем. Хорошая работа, брат. Теперь вези нас в Барс-Алье. Я покажу дорогу. Осторожнее! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Я отхлебнул кофе в машине и расслабился... В ожидании, пока появится очередной клиент... Я заметил, что стою недалеко от бара Сальери... Продолжение следует... Эти ублюдки запомнили номер моей машины... Использовали его, чтобы выследить меня... Продолжение следует... 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 Спасибо, Ральфи. Поехали.